В конце дня среды стало известно, что Европейский парламент в Страсбурге принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток-2», который Путин и Шрёдер протискивали через Ангелу Меркель в Европу со всей возможной силой. Как известно, Путин усердно насаживал Московию сразу на две трубы с нефтью и газом и, в общем, насадил ее намертво. Нечто подобное он решил сделать и с Германией, а вместе с нею и с ЕС. Благо дело, дружище Герхард подсказал, куда-то мы что заносить. Пару дней назад в старых архивах раскопали удостоверение Путина, выданное спецслужбой бывшей ГДР. А это значит, что еще с тех далеких времен у него осталось довольно неплохое собственное представление об этом, но с другом Шрёдером это стало куда проще. И вот когда вопрос уже оказался решенным, ситуация заметно изменилась. Уже давно и в полный голос о некоммерческой подоплеке проекта говорят Украина, Польша, Латвия и Литва, а потом к ним присоединилась и Швеция, хотя ее аргументы против базировались на экологическом ущербе проекта. Но фрау Меркель продолжала утверждать о том, что это лишь бизнес и ничего личного. Но уже слишком много оснований говорить о совершенно обратном. Коммерции там как раз минимум, хотя бы потому, что существующих мощностей газотранспортной системы хватает на перекачку такого количества газа из Российской Федерации, что его просто никогда в Европе не понадобится. Прозрачно намекалось на то, что Украина может злоупотреблять своим транзитным положением. Раньше Путин любил рассказывать, что Украина ворует газ. Но теперь эти сказки остались в прошлом. Дело в том, что газ никто в Украине не воровал. Просто Украина для «Газпрома» была огромной стиральной машинкой, которая отмывала деньги «Газпрома» Путина, уводя их длинными маршрутами в карманы назначенных Путиным лиц. Бабуля знает это до тонкости, ибо как-то публично сказала о том, что долго добивалась доверия «Газпрома» и, наконец, его добилась. На человеческом языке это означает следующее. В прозрачной сделке, где все позиции закреплены на бумаге, особо влазить без мыла в доверие нет смысла. Если есть товары, есть деньги, можно торговать. Но доверие было необходимо как раз в том куске отношений, когда деньги исчезали в одном месте и должны были появиться в другом. Этот телепортационный пункт был в Украине, и заведующий им должен был получить доверие «Газпрома», поскольку деньги могли пропасть в положенном месте, но не появиться в том, где должны были по доверительной, а не контрактной договоренности. В общем, Путина киданули на деньги, а не на газ, и что самое неприятное, ни предъявить этого нельзя, ни просто назвать вещи своими именами, поскольку, надо четко сказать, партнеры в Украине должны были мне отмыть денег и положить их в карман, который условно называется «Ковальчук» или еще кто-то, но не положили. Именно в этом и заключается ненадежность Украины как транзитера. Это тем более очевидно, поскольку Украина пригласила западных партнеров войти в управление украинскими ГТС, и тогда вообще все вопросы отпадут. Ничего никуда не пропадет. Более того, украинский маршрут более выгоден, поскольку на западной границе Украины находятся крупнейшие в Европе подземные газохранилища, которые играют роль стабилизатора всей газотранспортной системы. Собственно, ПХГ являются самой большой ценностью всей ГТС. Но в таком случае Путин лишается своих газопромовских откатов. А вот в Германии уже этот вопрос решен. С той стороны уже хорошо откатывают Путину под присмотром Шрёдера. Именно поэтому туда и потянули вторую трубу. Но в самый последний момент на сцену вышел лесник в виде Конгресса США и вынес свою резолюцию о деструктивности проекта. И вот в Европейском парламенте 433 депутата проголосовали против Северного потока-2. 105 за и 30 воздержались. Что теперь будет делать фрау Меркель, посмотрим. Но если она пошлет всех куда подальше и продолжит игру, то встанет вопрос о том, на каких основаниях Германия тогда позиционирует себя как лидер ЕС, если ей плевать на общее решение. И еще один важный вопрос встанет уже в полный рост. Что лежит в основе личных отношений канцлера ФРГ, бывшей комсомольской активистки, жившей в ГДР и президента России, служившего в ГДР и плотно работавшего со штази? Эти вопросы могут оказаться куда более острыми, чем те, что сейчас возникают к непонятным связям Трампа и Путина. Но пока ситуация еще в динамике и обещает множество интересных поворотов. Субтитры создавал DimaTorzok